Всем привет! Вчера в The New York Times вышла статья, интервью Игоря Коломойского, в котором он много чего феноменального наговорил, и в котором, в частности, он хочет вот таких вот детей. Видите, пришли дети на экскурсию в Верховную Раду, к флагу, вот этот флаг, который был внесен 24 августа 1991 года, когда провозглашалась независимость Украины. И вот этих детей он там тоже предлагает продать Путину за 100 миллиардов долларов, потому что он там говорит, что давайте с русскими дружить, возвращаться к дружбе с ними, и русские нам за это заплатят 100 миллиардов долларов, и что Украине нечего делать, НАТО и ЕС, и о том, что мы можем снова стать частью Варшавского договора, и тогда русские танки будут под Варшавой и Краковым, и о том, что тех, кто забрал у него банк, их нужно расстрелять, вернуть смертную казнь, расстрелять. Я не шучу, ни много, ни мало. В общем, прочитайте фееричное интервью. Но давайте быстро подведем, проанализируем это и подведем итоги. Все очевидно. Зеленский ставит ультиматум Западу. Он говорит, или вы прекращаете мне мешать, прекращаете мне мешать грабить страну, в которой я захватил власть через свою марионетку. Вот все эти ваши лондонские суды, посольства, партнеры международные и прочее. Хватит заниматься этим. Либо я свою куклу перенаправляю, разворачиваю ее, и мы уходим к Путину. И я быстро договорюсь с Путиным. Вот суть его ультиматума, здесь все понятно. Кстати, хочу сразу обратить ваше внимание. Все вот эти разговоры, якобы там группа Коломойского, «Вслуги народа», за что-то не голосует и так далее. Все это чушь собачья. Вчера было действительно принципиальное голосование по не рынку земли, а по базару земли, где там надо быстро распродать украинскую землю подешевле. Но это тема отдельного разговора. Так вот, все вот эти люди Коломойского, Дубинский, Герус, Бужанский, все остальные, все как миленькие проголосовали «за». Никакого там раскола нет. Это все для внутреннего потребителя. Лохам вешают лапшу на уши. А внешнему потребителю в «The New York Times» Коломойский все сказал четко. Я здесь хозяин, и либо вы договариваетесь со мной, либо я иду договариваться с Путиным. Так вот, я хочу ответить Коломойскому. Игорь, это не республика Бенин. И мы не дадим тебе продать страну, в том числе вот тех детей, которые стояли у флага, за 100 миллиардов долларов. Знаешь, за 40 миллионов человек 100 миллиардов, ну в принципе Путин по 2,5 тысячи долларов за душу заплатит. Только мы не дадим это сделать. Не дадим взять вот эти 100 миллиардов серебряников и сдать свою страну, нашу страну, Украину. И пока там твои слуги рассказывают, кому сколько в руки они земли отдадут, ты решил всю нацию оптом продать? Этого не будет. И Украина пережила многое и переживет и вас с Зеленским. Понятно?